Сварщика из Якутии наградили за развитие Дальнего Востока. Джилустан Фёдоров получил благодарственное письмо из рук главы Минвостокразвития. При участии якутяне наготифицированы небольшие посёлки и построен подводный переход магистрального газопровода через Лену. О человеке труда расскажет Сырглана Фёдорова. Километры газопроводов по Вилюйскому району, окраинам Якутска, от Тулагина до Кангалас. Работа по ликвидации взрыва на ГРЭС-2. За 20 лет работы Джилустан, сварщик 6-го разряда, повидал многое. Начинал с рабочего, а сегодня ведущий инженер службы контроля качества газораспределительных сетей. Контролирует работу других сварщиков, проверяет каждый стык. Так, провар нормальный. Всё нормально, всё окей. Продолжаем дальше так. У меня мама сварщик, она работала в КСНК. И как бы я выбрал эту профессию именно благодаря моей матери. Получил благодарность, но я думаю, это не только моя заслуга. Это заслуга моей семьи, моего отца, моей матери. Они меня так воспитали рабочим. И я не боюсь работы. Это моя стихия, сварка. Работа с документами, контроль сварщиков, проверка объектов. Джилустан занят всегда. Постоянно интересуется технологиями сварки. Опыт передаёт подчинённым. После отпуска каждый сотрудник сдаёт экзамен. Задача – сварить пропускной стык на 4 метра. Всё это приводится в документацию и допускается. Вот он нас сейчас проверит, просветит, мехиспытание сделает. Если оно пройдёт, то он нас допускает к работе. Сейчас специалист, наш радиограф, делает метки. Регеновским аппаратом будем просвечивать стык. Затем стык отправляется в лабораторию на визуально-измерительный контроль. После проявки все плёнки рассматривают на приборе, который выявляет дефекты. Дефектами могут быть подрезы, шлаки, поры. Диагностика показала, что данный стык годен для выхода на объект. Получив допуск, сварщики выйдут на объект в Сайсарском квартале. На улице Чайковского будут прокладывать газопровод высокого давления. Бывает, конечно, например, проложили дорогу и проложить газопровод, например, на нов положенную дорогу. Такие ситуации тоже бывают, но это надо относиться с пониманием. Для нашего города это как бы газ, это как бы кровь нашего города.